Привет! Видел в комментариях от вас запросы на демонстрацию моей фарм-машинки с синтезами для фарма бензина, ну и репутации по чуть-чуть. Именно она сегодня в программе. Поехали! Основу спер с выставки, немножко просто пересобрал под себя. Машина хлипкая. Сразу говорю, но я люблю такие хрустальные пушки, что называется. У большинства моих крафтов они именно такие, и меня более чем устраивает. Изначально тачка была с исполеном, пересадил ее на гепард. Машина довольно бюджетная, 3570 монет. Это правда, здесь у нас стоят улучшенные синтезы, 3 штуки. Ну как бы апнуть синтезы, это что, это ни о чем, это бирюза. И Apple я их тогда еще на новогоднем станке, или на каком-то ивентовом, не помню, не суть. И апнутый топливный бак здесь также есть. Все остальное, сток, полный. Также на борту топливная бочка. Единственное, что вначале показал старую версию, новую с репутацией дополнительно не сохранил, 8467 очков мощи в этой машине. И по списку деталей все то же самое, что я только что показывал, только здесь еще плюс разный декор установлен. Нам в официальных новостях заанонсили нового напарника, который будет работать именно с энергооружием. Мне эта сборка, если честно, и так более чем радует. Сейчас. Что-то мне подсказывает, что с энергооружием новый напарник, работающий, вообще будет прям топчик. Так, там у нас, там у нас, оп, давай сюда пока популяем. Готово. Так, здесь у нас стоит, стесняется. Опа-па-па-па, погоди, отбиваем, отбиваем, отбиваем ураган. Отлично, ураган минус. Урон лапнутых синтезов вообще прямо красивый. Готово. Так, теперь сюда. Там ушел, давай сюда. Союзник прицеля, оп, нормально, живем. Челики, челики, челики. Ага, все нормально, добили. Готово. О-о-о, какая здесь та штука летает, смотри. Не летает, точнее. Сейчас моему пушку по-быстрому отобьем. Все, готово. Два толстяка у него были, и оба толстяка отвалились. Ты ко мне, да? Не надо ко мне. Так, хорошо. Замечательный первый бой, разогревочный. Всего 887 очков, но свой бензин я забрал. И с учетом бодрости, это у нас 5,543. И с полином эта конструкция на самом деле тоже хороша. Там ты становишься чуть более резвым в плане разгона и всякого вот этого, но при этом режется максималка. Под настроение тута-тута сборка идет. Сейчас, Баренька, блокчейны выбьем. Оп, минус 2 блокчейна. Просто вот так вот взял, зафейстанчил без каких-либо проблем. О-о-о, погоди. Вот это уже намного хуже. Готово. Готово. Так, отсюда надо отойти, потому что... Нет, блин! Прекрасный бой. А вот, кстати, будь и с Исполином, в предыдущей ситуации, я выбрался бы оттуда. Но гепард не смог, мощи не хватило. Или с другими хуэрами, кстати, или, может быть, с апнутыми хуэрами. Так, это все не сюда, хорошо. Оп, 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 погоди, что-то уже здесь. Давай сначала зафармим это что-то. Бабмаш к нам приехала. Шикарный урон, когда разогреется. Прям добротненький. Когда разогреется сокол еще, да, союзник, ты тут очень нужен. Так, погоди, погоди, погоди. Справа еще одним приперся. Давай сюда. Не самым удачным образом его провел. Ладно, нормально. Отходим еще немножко. Как там получается автопушка? Верес далеко. О-о-о-о. А, я подумал, там сцепка. А, оказалось-показалось. Минус. Еще один зафармлен. Продолжай. Ай, дроны, 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 дроны. Да, блин. Со всех сторон тихо. Вообще совершенно без проблем перепылял. По поводу разведения пушек, опять же, на разные кнопки. Да, я видел, продолжаются споры в комментариях на тему тех же триггеров. Там, что надо разводить, что не надо. В каком оружии это актуально, в каком неактуально. Вот, что касается синтезов, так это точно актуально всегда. Потому что, если ты развел вот так вот оружие, то у тебя постоянно есть одна злобная такая плазменная струя, которая может и ракеты срезать, и что угодно. И союзника... Ой, господи, врага из нельзя выбить. Да, мы их еще что-нибудь догоним. Ты сюда, да? Давай. Давай. Так, вереск сюда же мы хэт отходим. Нормально, вовремя отошел. Здравствуй, дорогой. Сейчас я попаду, короче. Ладно, попал немножко, но это совсем немножко. Шикарно. Минус один. Так, у меня там уже тысячка. Во-во-во-во-во, какая штука. А, это тот самый дронобор. Дронобос, что? Дроновоз, нормально. Ай-яй-яй-яй. Дроны-хренодеры вообще страшные. Как за счет? А, по крайней мере, когда у тебя такая хлипкая конструкция. Ага, да, в инвист еще у меня зайдешь. Блин, зараза, выбил мне ховер. Таранчиком-то. Куда ушел? Налево, направо. Налево, налево, налево. Вижу, вижу, вижу. МВП, хп, беда, база захвачена. Не дали мы с ним уже дальше подраться. И 1360 очков и 15 бензо. Капец, я выжил. После этого боя, наверное, все же поставлю обратно Испалин. Потому что за три боя, что у нас прошло, два раза уже были ситуации, когда мне не хватало именно Испалина и его мощей. Хотя последние разы, когда катал на этом крафте, казалось, что не хватает гепарда. Не суть такой, практически самый первый на хлипком ховере в атаку. Ну, мне пофиг, в принципе. Если враги по одному приходят, вот именно по одному, то так-то вообще все хорошо. И главное, смотри на баланс этого ховера. Я из-за кочки сейчас вполне неплохо стрелял задранным носом. Пушки, правда, торчат. И если будет какой-нибудь враг с пулеметом, например, попадется, он охренеть как быстро. Все эти пушки мне выбьет. Просто совершенно без проблем. Или я враг с муниаганами, или чем-то таким. Но пулеметы, конечно, быстрее справятся с синтезами. Даже синие. Я уже молчу про какие-нибудь там егозы. Так. Несчастного испепелителя зафармили. Хорошо. Ну, что у нас дальше? Там какой-то боколет. Ага, прям по всех смыслах боколет. Опа-опа-опа-опа-опа. Погоди, мортира, что ли? Мортира есть? Да, это мортира. Если она сделает один жмых под днище моего крафта, то крафт просто разлетится по всей пустоши. Так, минус. Окей. Потому что у меня там мало того, что бочка под кабиной, за кабиной еще газген. Но самые внимательные его уже увидели. Готовы еще один. Блин, на белом фоне вообще даже нихрена не видишь, куда там эта струя синтеза летит. Погоди, давай поймаем драноманку. Та самая из прошлого боя. Попыталась меня срезать, видели? А я и ракет с отбил очень быстро, она передумала. Да, 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 ты молодец, да. Ага, все, вот туда и лети, там оставайся. Хорош вереск бахнул. Ну она опять тут будет гонять по самой, это самое. Ладно, дай хоть дронов подстреливаю немножко. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Готово, дрон минус. Дронов пипец, как удобно с синтезов откуливать. Мне, правда, синтезы, опять же, напоминаю, улучшенные, но улучшить березу, я сомневаюсь, что это прям большие проблемы. Все, в этот раз я ее зафармил, победа. И 1379 очков, и снова 15 бензой. За все эти бои мы сбили уже 22 680 репутации. Хорошо? Первый пошел. Так, второй убежал. Там автопушки, под автопушки нельзя вылезать на этом крафте. Хотя на этом крафте вообще не по что, блин, нельзя вылезать. Так, ладно, давай снимем этого, потому что он тут флангует, отвлекает нас. И просто... Ага, да, сняли. К ним сразу друзья приехали. Погоди, иди, что-то. Оп-оп-оп-оп-оп. Погоди, в кабину, в кабину, в кабину, в кабину, в кабину, в кабину. Давай, 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 давай. Фу, отлично все добит. Капец. Вижу, 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 вижу. Сбил, все ракеты сбил. Нет, не все, видимо, одна прошла, не заметил. Так, назад, назад, назад. Там палачи, получается, на ховере. А что, все, все почти посыпались, да? Там не палачи. Там нифига не палачи. Готово, зафармил раз на раз. Фу, блин, какая жесть. Какая жесть. Так, и грызочек какой-то едет. Минус. Играть на таком крафте, на самом деле, напряг. Напряг, причем, дикий. Любую плюху пропустишь, где-то как-то не так там повернешься к врагу, и все, как бы. Вот сейчас, вот сейчас, скорее всего. Я не могу остановить машину, ее постоянно вперед тянет. О, давай, 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 давай. Блин. Зачем ты его на меня развернул? Я бы его убил уже. Так, отлично, готово. Давай этого теперь. Давай, он горит, 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 горит. Фу, руки трясутся вообще просто. 1888 очков, 15 бензинушки. 5 фрагов, 3 ассиста. Вот такая вот жесть, ребята. Ладно, давай еще разок, я думаю, и на этом хватит. Да, у нас был один прям предельно удачный бой на Плаздарме Опасушителей, когда я просто вышел и улетел в прорубь, но все остальное прям хорошо идет. С одной стороны, когда ты играешь на снежной карте днем, не совсем удобно, если ты синтезами, не совсем удобно то, что не каждый монитор сможет тебе хорошо прям показать, куда и как летят твои снаряды, тут уже ориентироваться только на опыт. С другой стороны, это хорошо, потому что многие из твоих врагов точно так же не увидят эти снаряды. Увидят только те, кому непосредственно эти снаряды в затылок прилетают. Вот тогда да, вот тогда они. Развернутся и придут к тебе познакомиться. Тогда еще отойду, у этих ботов дальность ограничена, поэтому оп, хорошо. Блин, еще один приперся. Не хочу я твою дзюбуку. Да блин. Так, погоди. Эдвард, Эдвард, ты падла. Падла ты, Эдвард. Так, за счет Эдвард минус. Фу, блин, меня чуть боты не зафармили. Капец. Давай сюда по Барику, давай, 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 давай. А, и скорострельные пулики. Ну-ну-ну-ну-ну, один выбил. Второй не выбил. Второй выбил. Да не надо, Союз. Твою мышь, дробовод, блин. Так, давай, 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 давай. Я еще бы и способен. Относительно все этого выпилили. Поставил, блин, финальную точку в нашем видео, долбанный дробовод, а. Ну ладно. И 1070 очков, и в этот раз я остался без бензина. А с учетом бодрости, у нас уже 37 тысяч репы за эти... Сколько там получается? 5-6 боев. Ну, можно сказать 5. Короче, вот такая вот веселая фармилка-леталка. Летать на ней страшно, потому что со всех сторон взрывоопасные элементы, а на самом хлипкое все отлетает, вообще-то круг путь. Ну, при должной сноровке, большинство боев получаются вот именно вот такими. Когда подъедет новый напарник, ориентированный на энергооружие, мы еще раз посмотрим эту сборку и многие другие. Ну, а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok